МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Многие жители Донецкой Горловки экстренно пытаются покинуть свои города. Некоторым из них удалось добраться до транзитного пункта в Красноармейске. Что семьи намерены делать дальше, видели мои коллеги. Зинаида Себала вместе с детьми и внуками в транзитный пункт приехала из Горловки. Женщина говорит, бежать от от обстрелов ее семья решилась после кровавого воскресенья. В тот день погибли два десятка мирных жителей. Бомбили, ну как бомбили, ну в общем стреляли каждый день. И бывает вот так вот утром в пять часов утра, а то потом еще днем где-то, вот вечером, так несколько раз бывает задняя. Семья Стариченко из Донецка. Дом, в котором они жили, находится вблизи Донецкого аэропорта. Многоэтажку постоянно обстреливали. Спасая свои жизни, переселенцы бежали из города. У нас там очень была тяжелая ситуация, вот последние несколько дней. Буквально каждый день были обстрелы, взрывы, стреляли по домам, ездили на танках прямо вокруг нашего дома. Поскольку было очень страшно, мы уже бросили все и рванули, как говорится, в чем есть. Татьяна Стариченко рассказывает, вещи и документы собрали в считанные минуты. Забрали и домашних питомцев, двух котов. Не смогли оставить любимцев дочерей на произвол судьбы. Ну, конечно, кошек мы не могли бросить. Нам знакомые предлагали, оставьте друзьям, усыпите. Ну, как же можно? Это же члены семьи. Как можно их оставить? Как можно бросить животных? С момента открытия в Красноармейском транзитном пункте побывали три сотни человек. Сто из них дети. Если раньше приезжали в основном из Славянска и Краматорска, то теперь большая часть жителей Донецкой и Горловки. Люди здесь останавливаются на несколько дней. Затем спасатели отправляют их в соседние области. Каждый день у нас ситуация меняется. Значит, вчера в конце дня заехало 20 человек с Горловки. Удалось нам отправить в Днепропетровск 12 человек, в том числе маму с пятью детьми. Сейчас в транзитном пункте более 80 переселенцев. Большая часть из них жители Дебальцево. Жильцы палаточного городка обеспечены практически всем, говорят в МЧС. Не хватает только противоаллергенных средств и детского питания. Если в транзитном пункте конечной точкой своего маршрута вы выбрали Киев, мы расскажем, куда обратиться сразу по приезду в столицу. На втором этаже железнодорожного вокзала номер 2 находится консультационный центр, работники которого предоставят необходимую информацию. Соцработники рекомендуют сразу набрать и телефон горячей правительственной линии. Номер 0800 507 309. Ответить обещают в любое время суток. Подскажут, куда именно обратиться с конкретной проблемой, какие документы с собой взять. Если вопрос касается пенсии или другой соцвыплаты, можно также позвонить в пенсионный фонд по номеру 0800 503 753. По поводу трудоустройства в Государственный центр занятости 0800 505 060 и 730 с мобильного. Фонд соцстраха 0800 501 892. Есть даже анонимный телефон доверия 0800 501 383. Ситуация на востоке Украины остается неутешительной. За помощью переселенцы из Донбасса обращаются к благотворителям. Вот уже два месяца фонд Рината Ахметова, 24 часа в сутки на связи с теми, кто хочет покинуть горячие точки. Силами волонтеров эвакуировано несколько тысяч человек. Работа продолжается и сегодня. В нашей студии Анатолий Заболотный, директор благотворительного фонда Рината Ахметова. Здравствуйте. Анатолий Александрович, фонд Рината Ахметова эвакуирует людей уже достаточно давно. С чего все началось? Ринат Ахметов поставил задачу помочь людям по максимуму. И уже 23 мая мы начали вывозить, эвакуировать людей. В первую очередь мы работали с детскими домами, с детскими домами семейного, с приемными семьями. То есть с теми категориями, с теми группами, с которыми, собственно говоря, мы в мирное время много-много работали раньше. Позже к нам стали обращаться люди, когда ситуация напрягалась. Из горячих точек, из мест ведения боевых действий. И мы уже там системно и каждодневно работали по Славянску и Краматорску. Сейчас, когда ситуация обострилась в Донецке и в Корловке, и в других городах, мы работаем и с ними. Мы занимаемся также гуманитарной помощью, мы завозим в эти города гуманитарную помощь. Мы занимаемся возвращением людей, потому что, опять-таки, я скажу, что именно так была поставлена задача Ринатам Ахметовым, учредителям фонда, помочь по максимуму всем людям. Сколько людей на данный момент хотят выехать? И каков механизм работы? Куда идти, куда обращаться тем, кто готов взять свои вещи, взять свои сумки и покинуть родной город уже, скажем, сегодня? У нас есть горячие линии. Я назову телефоны. Это 095-199-74-81, 050-620-29-15, 063-117-89-01. И можно позвонить, если не звонили сразу же, звоните позже, потому что там проблемы со связью. Вторая проблема – это то, что у нас девушки, которые сидят на линиях, у них там по 300-400 звонков, особенно когда сейчас были последние несколько дней. Это было круглосуточно, это было днем и ночью. На сегодняшний день мы уже вывезли 7250 человек, это около 4 тысяч детей из них были вывезены. Плюс еще к этому, мы также занимались очень долго, более месяца, старались вывезти детей, которые находились в домах-интернатах, в детских домах. И позавчера, и вчера, наконец-то удалось, 83 ребенка уехали в Мариуполь, 49 детей уехали в Краматор. Сейчас они находятся в более безопасных местах. Где фонд Рината Ахметова размещает переселенцев, с какими областями вы работаете? Это, во-первых, ближайшие области, где у нас Харьковская область, несколько лагерей Днепропетровская, область Запорожья. В первую очередь, понятно, что нам протянул руку и начал участвовать это предприятие СКМ, группа СКМ, бизнес Рината Ахметова, и полторы тысячи человек размещено там. А в целом, мы видели, что из тех, кого мы эвакуировали и вывезли, потребность размещения была около 4 тысяч людей, 4,5 тысяч мест где-то мы сейчас размещаем. Больше сейчас уже работаем и с Херсонской областью, и с Николаевской областью. В Одессе сейчас мы закрываем лагерь большой и оплачиваем долг, который там возник у людей. Плюс 100 человек из Краматорска и Славянска сейчас хотят вернуться, они уезжают обратно, а 100 человек из Донецка на эти места тоже заселятся. Многие жители Донбасса не хотят уезжать, не хотят оставлять свои дома по разным причинам. Можете ли вы что-то посоветовать таким людям? Что им делать? Ведь в регионе их проживание сейчас... Это заметно. Люди тянут часто до последнего, и пока есть возможность остаться, люди остаются. Некоторые люди просто боятся, им сложилось впечатление, что если они уедут, здесь будет холодный прием в других областях. Это не так. Люди поддерживают тех, кто уехал, обеспечивают тех, кто уехал, они не останутся без заботы и без внимания. Поэтому у меня призыв такой, что не дожидайтесь самого последнего момента, когда становится катастрофой. Сейчас, например, из Горловки последние дни это просто какой-то обвал, люди стремятся. Не дожидайтесь последнего мгновения, не ждите, когда ситуация станет катастрофической. Выезжайте раньше, жизнь дороже, не бойтесь ничего, люди вам помогут. В то время как жители Горловки, Луганска и Донецка массово эвакуируются в Славянск и Краматорск, переселенцы уже возвращаются. На днях очередной автобус отправился из пансионата в Приазовье. Провожали и встречали бывших переселенцев Алексей Куделя и Александр Махов. Они бежали от войны, в чем были, два месяца назад. Теперь для перевозки нужен специальный прицеп к автобусу. Волонтеры помогли с одеждой, продуктами и медикаментами. Это уже вторая группа переселенцев, которые при помощи фонда Рината Ахметова были вывезены. А теперь из Азовской Ялты возвращаются в родные Краматорск и Славянск. Возвращаться, слава Богу, есть куда. Родные там, дом целый, ну, относительно. Поэтому возвращаемся домой. Уже и воду дали, и газ, и электричество уже все нормально работает. Так что возвращаться можно свободно. И, как говорят, как в гостях нехорошо, а дома лучше все-таки. Бывшие переселенцы благодарят волонтеров и сотрудников пансионата за помощь и обещают вернуться в Приазовье в следующем году. Просто отдохнуть. А комнаты сейчас пустовать не будут. Здесь скоро разместят жителей Донецка и Луганска. Сейчас мы прорабатываем уже те варианты размещения, базы отдыха, либо лагеря, которые приспособлены для проживания не в летний период, то есть уже в осенний период. Потому что лето быстро заканчивается, наступают холода. И если проблема не будет решена, людей нужно где-то размещать, где есть тепло. Дорога домой выдалась длинной. Объезжали все блокпосты террористов. А за несколько километров до Краматорска у прицепа отвалилось колесо. Местные механики согласились помочь бесплатно. Дорога ужасная и тяжелая, потому что ехали в объезд, ехали через Запорожскую область глухими селами, маленькими колхозиками. Асфальта практически нет. Дорога заняла 300 километров 7 часов. В Славянске переселенцев встречают армейцы. Сильно ждали, очень даже. Долго? Долго. Сколько? Ну, месяца два с половиной. Теперь бывшие переселенцы надеются, что больше никогда не услышат взрывов бомб. Это мой дом. Анатолий Александрович, как будет продолжена работа фонда с переселенцами? Ведь люди потихоньку, в освобожденные города, все-таки начинают возвращаться. Какие у фонда планы на сегодня? Ну, планы огромные. Это, в первую очередь, и помочь людям вернуться, потому что дончане, они такие люди, они все время стремятся вернуться на свою родину. А даже когда я еще полтора месяца назад с людьми разговаривал, они все время говорили, а когда можно будет вернуться, когда? Это, конечно, помощь по восстановлению. Сегодня мы уже работаем в Славянске, и это помощь с крышами, с шифером, чтобы покрыть крыши, там, где разрушения, может быть, не такие существенные. Это и помощь во восстановлении одной из школ. Ну и, конечно же, это большая работа по восстановлению в целом в Донецкой области, восстановлению экономики. Сейчас очень много предпринимается усилий предприятиями группы СКМ с тем, чтобы экономика не упала, чтобы, когда наступит мирное время, разрушения были не столь катастрофичными, как могли бы быть. Иначе это будет гуманитарная катастрофа, серьезная гуманитарная катастрофа. Нужно думать об учебном годе и о тех, кто не сможет вернуться в ближайшее время, и о теплых местах, о возможности жить в утепленных местах, потому что сегодняшний лагерь – это не то место, где можно жить в холодное время. Спасибо, Анатолий Александрович. В нашей студии был Анатолий Заболотный, директор фонда Рената Ахметова. Выезжать из зоны проведения антитеррористической операции жители Донбасса продолжают и самостоятельно. Две сотни переселенцев из Донецкой и Луганской областей живут в ангаре бывшего завода. Воду возят за несколько километров, готовят на полевой кухне. И это в столице. Впрочем, сами мигранты на условия не жалуются. Почему, выясняла Елена Скобала. В этом ангаре живет почти 200 беженцев из Донецкой и Луганской области. Первыми сюда приехали прихожане протестантской церкви, которой принадлежит эта территория. А уже за ними потянулись обычные мирские люди. Пастыры церкви к такому наплыву были не готовы, но отказать не смогли. Говорят, основная проблема – счета за коммуналку. Мы берем примерно 20 кубев, 22. В этом месяце было 314 кубев. То есть в разы увеличилось потребление воды. Самое пребывание людей, светло, такое все. Трошки не напряг. Помощи у государства церковь не просит. Свои проблемы привыкли решать сами. В бывшем ангаре обустроили спальную зону. Вот в таких условиях примерно у нас живут люди. Вот двухэтажные кровати. Это мужская часть, это семейная часть. На всех обитателей 10 душевых. Пять стиральных машин с десяток холодильников. Мы привезли сюда позавчера полевую кухню, чтобы они хотя бы не на костре готовили. То есть люди готовят на костре в 21 веке. Это, наверное, какой-то нонсенс. Но сами переселенцы условиями довольны. Хорошо, нам нравится. Есть где поспать, есть что поесть. Здесь стоят пять стиральных машин. И здесь вот, пожалуйста, сушилки, белье. Не надо мне ни Межигория, не надо нам ни золотые батоны. Я хочу домой. Дети к переезду отнеслись как к приключению. Им здесь сейчас лучше, чем дома. Я приехала, потому что в Луганске началась война. А я приехал тоже, потому что у меня в год один началась война. У нас на Песочном, получается, там, ну, вот эти плохие. Они же туда попали и начали по заводу стрелять над моими домами. Над территорией табу на табак, алкоголь и выяснение отношений. У каждого есть дело. Одни рубят дрова, другие готовят обед. Третьи занимаются детьми. Власти о поселении узнали с прессы. Устроили инспекцию и остались довольны. Территория достаточно благоустроена, вы бачили. Так, нет мусора на достатньом уровне. Зала облаштована и все. И вогнегасники, но так профессиональным оком. Засобы пожарогасения первые есть. МЧС обещает присматривать за переселенцами и предлагает им переезд в другие области. Те переезжать готовы только домой. А у тех, кто только покидает свои дома, появился шанс сэкономить на железнодорожных билетах. Укрзалезница приняла решение на безоплатной основе перевозить пассажиров с территории проведения антитеррористической операции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укрзалезницы. 29 июля Совет Укрзалезницы единогласно принял решение о предоставлении благотворительной помощи, обеспечении бесплатными перевозками граждан с временно оккупированной территории и мест проведения АТО, а также раненых и пострадавших с Майдана. Пресс-центр Укрзалезницы. Выполнит ли Укрзалезницы свои обещания, мы будем следить за этой темой. И не могут пока вернуться домой десятки тысяч внутренних переселенцев по территории Украины. Об истинных масштабах миграции расскажет региональный представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Олдрих Андресек. Здравствуйте, Олдрих. Добрый день. Спасибо, что вы сегодня посетили нашу студию. Действительно, я думаю, самое время называть какие-то конкретные цифры. Миграция внутренняя стала очень масштабной на сегодняшний день. Есть ли какие-то данные, сколько все-таки людей переместились по территории Украины сегодня? К сожалению, мы уже пересекли 100 тысяч людей. По последним нашим оценкам мы догадываемся, потому что нет регистрационной единой системы еще правительственной. Но догадываемся, что где-то 111 тысяч людей. Из них где-то 14 тысяч из Крыма. И остальные это все восточные регионы. Это уже достаточно большой масштаб. Это не катастрофа на самом деле. Но можете представить, каждая эта семья, каждый этот человек в такой неопределенной тяжелой обстановке. Это 100 тысяч судеб людей, которые разорваны на кусочки. Если говорить о неофициальной статистике, может ли быть такое, что цифра в разы больше? Ведь многие люди не регистрируются, не получают статус переселенцев, а просто выезжают к друзьям, знакомым в другие регионы Украины. Это абсолютно правда. Люди, которые имеют деньги, те, которые неуязвимы каким-то способом, которые не зависят от пособий, от пенсии, от инвалидности. Этих людей, в принципе, невозможно посчитать, потому что они не обращаются никуда, потому что нет смысла. Куда обращаются? Почему? Регистрационной обязанности нет. Таких людей мы можем только догадываться. Я считаю, есть интервью, которые проводим с людьми, которые говорят, вот наши друзья живут там, но они не обращаются. Есть министры в этой стране, которые взяли в период к себе одну-две семьи из Крыма. Есть мои друзья на Украине уже третий год, которые помогают людям. По моим оценкам, минимально в два раза больше людей покидало свои дома и ждут, когда могут вернуться домой. То есть это около 220 тысяч сегодня, если говорить о неофициальных данных? Думаю, да. Неофициально можем угадывать, что их в два раза больше, чем тех, которые попросили какую-то форму помощи. Какое влияние оказывает на гуманитарную ситуацию в стране перемещение такого большого количества населения с юго-востока Украины, с Крыма? Не может ли нам грозить гуманитарная катастрофа из-за этого? Всегда, когда идет война, грозит гуманитарная катастрофа. Всегда, когда люди не могут договориться политически, возьмут в руки оружие и не останется другого выхода, большинство жертв – это не военные люди, это цивильное население. Сегодня не можем говорить о гуманитарной катастрофе, но Украина после изменения правительства имеет очень много проблем. Мы слышим, сколько было разграблено за последние годы, мы знаем, какая коррупция здесь процветала, мы знаем, что социальные выплаты понижаются сейчас, и в этой обстановке добавлять десятки тысяч людей, которые будут зависимы от государственной помощи, скоро или позднее. Потому что сегодня надо уточнить одно – государство, в принципе, очень мало помогает этим людям. Нет никаких специальных пособий для внутренних перемещенных лиц. Если вы имеете дети, которые старше трех лет, вам уже не принадлежит пособие. И слава Богу, если нет ребенка-инвалида, тоже вам никаких пособий. Эти люди живут на счет своих запасов, эти люди живут на счет милосердия и пожертвования других украинцев, которые их берут к себе домой, которые развозят еду, пищу, воду, одежду, игрушки детям. Но расходы государство еще не почувствовало. Если это обстановка, если эти люди долго не могут вернуться домой, если они не могут снова стоять на своих ногах, если не начнут работать и платить налоги, конечно, будут огромные расходы для государства, на которые, снова я не специалист, но я не ожидаю, что Украина имеет резервы, чтобы за этим рассчитывалось. Можно ли как-то переломить ситуацию? Какие, по-вашему, сегодня шаги должна принять украинская власть для того, чтобы хотя бы помощь агентства ООН по делам беженцев дошла до адресата? Возможно, сейчас не приняты какие-то важные положения. Но мы не единственная агентура ООН. Здесь готовы помогать ЮНИСЕФ, Организация по правам детей. Мировая Организация Здравоохранения сегодня передает две списки лекарств из Славянска, которые мы, как организация, не врачи, не можем разобраться, что действительно нужно, как возможно. Организаций много, которые готовы помогать. Для этого, чтобы международная организация помогла, мы должны знать масштаб проблемы. Масштаб проблемы начинается из количества людей. Если будем знать количество людей, где они размещены, в каких, сколько примеров. Нам надо знать, сколько грудных детей. Нам надо знать, сколько детей, которые пойдут в школу 1 сентября. Эти семьи не будут иметь на карандаше, для первоклассников, не будут иметь деньги им купить нормальный пакет вещей, которые ожидаются от первоклассника или постарше детей. Мы не знаем, сколько где инвалидов, мы не знаем, сколько где пенсионеров. То есть проблема в том, что нет учета, нет статистики, нет учета? Начинаем с этого, мы не знаем, где эти люди расположены точно по 24 регионах. Мы не знаем, сколько из них точно из Крыма, из Востока. Потому что люди из Крыма, там другая помощь нужна. Люди из Крыма, они должны рассчитывать на это, что найти быструю работу, переоформлиться в постоянное жительство, не потерять постоянное жительство в Крыму, пока не могут вернуться, но иметь двойное постоянное жительство, которое теперь законодательство, по примеру, не позволяет. То есть двойное гражданство это... Но двойная регистрация постоянная, не предусмотрена законом. Она была нонсенс в мировом периоде. Но теперь, когда люди выехали из Крыма, двойный нонсенс им отобрать постоянное жительство в Крыму и дать, и не дать, или не дать здесь. Так для крымских надо выделять землю. Некоторым, возможно, поможет кредит, пока они могут вернуться. Для этих, которые из Востока, там мы видим две категории людей. Есть люди, которые сегодня... Вчера мне дошла статистика, 2,5 тысячи людей из Горловки приехало в Святогорск. Большинство из них женщины с детьми. Большинство из них приехали абсолютно без никаких вещей. Этим людям, конечно, надо от зубной щетки по памперс. Их будет надо, возможно, кормить. Мы не знаем, сколько из них имеют деньги в карманах. Есть третья категория людей, которые нам уже рисуются. На прошлой неделе я был в Славянске. Славянск, как город, начал жить. Пару недель тому назад в Славянске было... Я бы сказал, страшно. Это было как в каком-то фильме. Улицы пустые, разрушение некоторых домов. Это блокпосты, конечно, людей напуганных от людей, которые в военной форме. Было очень много. Люди боялись с нами говорить. Просто начать диалог с жителем Славянска, который травматизирован, где дети видели взрывы, слышали взрывы, видели людей с автоматами в руках, в масках. Видели войну. Видели войну. Сегодня в Славянске совсем другая обстановка. Там вернулось уже большинство населения. Но до сих пор не работают магазины. Большинство магазинов не работает. Электричество подается почти во всем городе. Но еще есть недостатки. Вода была в четверг в 11-14 районах. Но снова, когда мы спрашиваем жителей, вода есть, но 2-3 часа в день. То есть по очень урезанному, ограниченному графику водоснабжения. Да. Проблема еще осталась. Но все равно люди вернулись. Мы видели людей, которые собирают кирпичи и ищут между кирпичами свое имущество. Если что-то осталось, что возможно сохранить. Есть люди, которые были ради, поставили новое стекло в окна, но у них нет денег. И этого стекла в городе нет. В самом Славянске 2630 квадратных метров стекла надо восстановить. Это еще счастливее земли. Им не попал гранат прямо в дом или прямо в квартиру. То есть те семьи, которые сохранили жилье, но имеют некоторые повреждения в нем? Повреждения там есть в нескольких степенях. Теперь надо очень быстро помогать людям, которые имеют мелкое повреждение в своих квартирах, домах. Что сделать с домом, который полностью выгорел, который не остался даже с стены? Там, конечно, будет надо найти новое жилье, построить. До зимы ничего не получится. Возможно, эти люди из этих домов не вернутся или будут жить с друзьями. Знаете, опыт, как помочь этим людям существует. На Украине, по примеру, большинство людей до сих пор не живет в каком-то лагере, в какой-то палатке. И слава Богу, они живут у семьи. Мы имеем огромный позитивный опыт с этим. Семьи, которые берут к себе, семьи, которые не имеют где жить, им надо помогать. Дайте им дополнительные расходы на воду, на электричество. Чтобы этот непризванный гость выдержал в гостях длиннее, чем, возможно, экономически эта семья сама не утянет. Вариантов много. Людям, кроме первоначальной помощи, гуманитарной в смысле кушать, гигиена, питьевая вода, мы выделили деньги и будем выделять деньги. Многое зависит от доноров, но многое зависит от правительства, которое нам вычислить, кому надо в первой очереди, кому надо в второй очереди и в третьей очереди. Гуманитарная помощь в Славянск уже была направлена, я так понимаю. Направлена, она очень на бытовой уровне. Самые основные гигиенические продукты, самая основная еда. Там никто не будет в исторге из этого, что иметь теперь один тип макаронов, один тип консервис мяса, сон с рыбой, один тип крупи. Но будет сливочное масло, будут основные продукты. Этим людям надо дать чуть-чуть больше. Многие из них, возможно, поможет маленький грант восстановить свой бизнес. Другим людям, которые умеют отремонтировать свою квартиру, возможно, купить им основный материал. Чуть-чуть бетона, чуть-чуть стекла, чуть-чуть инструментов. Будет ли помогать агентство ООН по делам беженцев или как-то лоббировать интересы этих людей, которые возвращаются в свои разрушенные дома на выделение этих же грантов, о которых вы говорите, на покупку стройматериалов, на какую бы то ни было материальную помощь? Это уже занимаемся этим, снова в сотрудничестве с другими организациями ООН. Но пока мы на стадии посчитать нужды. В самом Славянске знаем, сколько полностью разрушенных домов, серьезно разрушенных домов или квартир и мелко разрушенных. В Краматорске мы еще не были. И никто, местные власти, знаете, после такого периода, где, в принципе, нет местных властей, где курирует всеми делами кто-то с Калашниковым, где не вывозился мусор, где развалились все социальные службы, теперь это восстановить, найти этих чиновников. Да, но это необходимо время, мы понимаем, для того, чтобы оценить ущерб. И Красный Лиман тоже самое. Только в области Славянска там живет почти четверть миллиона людей, которым в какой-то степени надо помочь. Но первый шаг узнать, в какой степени. И потом можем направлять помощь. Пока мы в стадии бытовой. Это значит, помогаем старикам, одиноким матерям, ветеранам Второй мировой войны, людям, которые потеряли абсолютно все. Самым уязвимым группам. Не обеспеченным, так скажем, не обеспеченным государством, слоям населения, которые нуждаются в первую очередь в помощи и поддержке. Олдрих, я знаю, что вы побывали с рабочими визитами в очень многих областях Украины, где на сегодняшний день живут переселенцы. Можете ли вы как-то оценить бытовые условия, в которых находятся люди? Возможно, выделить какие-то образцовые области, которые можете поставить в пример другим областям Украины, принимающим переселенцы? Знаете, это все функция, сколько людей. Если в Харковской области 27 тысяч людей и, скажем, во Львове только пару тысяч, конечно, загрузка на местные власти другая, она отличается. Я побывал, возможно, в одной трети, и мой персонал почти во всех областях, важных областях, где принимают людей из Востока, из Крыма. Но самая большая проблема, везде приют или везде встречают людей с открытыми руками. Но это не делало правительство. Это делали неправительственные организации. Это делали Иромайдан, Крымсос, Востоксос. Кстати, координатор Востоксос будет в нашем эфире немножечко позже. Дождитесь обязательно. Мы расскажем, чем вы можете помочь рядовой семье, которая переезжает из Донбасса. Ну и, конечно же, как вы можете сами обратиться за помощью. Вот, и правительство достаточно быстро среагировало везде пособия, перенести, начать выплачивать. Но для людей, которые ждали 2-3 месяца на пособия и приехали без денег или приехали с карточками, которые сблокированы, конечно, ждать 2 месяца, получить свои пособия как единственный доход было очень долго. Я бы сказал, что некоторые области очень хорошо работает координация в Харковской области, где я был, в Одесской области. Начала поздно, но начала работать лучше в последнее время. Херсон очень хорошо, там руководящие люди. Львив стопроцентно. Но самая, я бы сказал, самая большая гибкость, если могу выдвинуть один регион, это львивского губернатора госпожа Сеч, которая обошла все, надеюсь, что не приведу прокуратуру к ней в офис, но она не обратила на законодательство слишком внимания и приняла, мы перечислили почти 150 тысяч долларов, которые она распределила через социальный отдел против украинского законодательства, которое не позволяет ей заключить договор со мной, как с международной организацией. Она все равно подписала договор, и эти деньги пошли самим уязвимым семьям. Другие губернаторы, скажем так, это мужество до сих пор не нашли. Законопослушные, видите, какие? Законопослушные, отлично. И ждут разрешения Министерства юстиции и Министерства иностранных дел. Но это не предусмотренное законодательство. Здесь очень много законодательства надо менять. Если вам скажу, что по закону моя помощь гуманитарная, которая идет, целенаправленная на старика, на женщину, на семью, обладается 15-процентным налогом, наверное, все зрители будут понимать, что что-то в непорядке. Дать людям, которые ничего не имеют, пару тысяч гривен, чтобы могли прожить, переклинуть самый острый период своей жизни, и потом, что придет налоговая, взять из них 15%, потому что перевесили налоговый лимит. Это сложно. Для этого нам надо, мы надеемся, что Верховная Рада примет закон о внутренних перемещенных лицах, и все эти моменты, которые не складываются в законодательстве, которые не были предусмотрены, будут угрожены. Мы тоже очень на это надеемся, потому что ситуация заставляет нас менять как-то нашу систему, принимать новые решения, и, конечно же, надеемся, что власть обязательно откликнется. Олдрик, завтра вы отправляетесь с рабочей поездкой в Мариуполь. Какие вопросы вы планируете решить, рассмотреть? На что будет направлен этот визит? Ну, Мариуполь, как знакомый, наверное, всем, стал столицей Донецка временной. И мы долго работаем с донечанами, которые въехали именно на север, и там сложилась такая обстановка, что губернатор Тарута и губернатор Балута, они очень тесно, где один губернатор не мог завозить и помогать. Я работал с харковскими, чтобы завозили в север Донецка. Уже на прошлой неделе, позапрошлой неделе, мы завозили, уже встретились с губернатором Тарутой. Он мне сказал неделю тому назад, пора открыть ваш офис, и еду туда, действительно, чтобы мы там, я бы там оставил пару наших сотрудников. Будем разбираться обстановкой, посещать самые населенные пункты, там Первомайский, Новоазовский, там где-то 20 тысяч людей. И без никакой оценки уже будем завозить первоначальную эту гуманитарную помощь, которой найдутся всегда люди, которые обрадуются, что это им поможет. Второе, что хотим сделать, это систематизировать эту помощь. Как уже теперь систематизируем помощь в Славянске, чтобы не была помощь, как попало, но действительно тем, которые нуждаются в самой большей степени. Это возможно делать только если наш персонал на месте, и будем делаться опытом и тесно сотрудничать с местными властями. Это хочу подчеркнуть. Мы, как международная структура, можем помогать очень много, и возможно, все равно недостаточно. Но без тесных связей с местными властями, тесных связей неправительственных организаций, людей, которые знают точно, чем люди нуждаются в этом регионе, которые знают приоритеты, без этого не обойдемся. Для этого я иду в Мариупол. Я думаю, что тесное сотрудничество с местными властями удастся, люди будут ждать вас на местах и, конечно же, будут рассчитывать на вашу помощь. Я благодарю вас за визит в студию. У нас в гостях был Олдрих Андрисек, региональный представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. А из Донбасса по разным оценкам выехали более 80 тысяч человек. В крупных городах даже назревает дефицит жилья для вынужденных переселенцев. По информации волонтеров, все меньше свободной жилплощади в Киеве и во Львове. Где еще готовы приютить тех, кто вынужденно покинули свои дома, узнавала Валерия Шапаренко. Перенимать переселенцев жителям поселка Макара в Киевской области приходится не первый раз. В 1986 году здесь строили новые дома для 10 тысяч людей. Они остались без крова после аварии на Чернобыльской АЭС. Переселенцев нынешних из Донбасса здесь гораздо меньше. Около 80 человек. Почти для всех местные жители нашли комнаты в своих домах. Юлия Колотилина приехала из Луганской области. В Киевской области Юлия живет в доме Надежды Мудренко. Для гостей здесь и кров, и стол. Не позволила мне совесть, чтобы отмазать человеку и оставить на улице, и чтобы она ходила, шукала где-то. Это не в моем стиле. Хай себе людина будет. Места хватит всеми. И картошка на городе есть. Помочь вынужденным мигрантам с жильем готова и Валентина Ивашенко. В своем доме предлагает поселить сразу две семьи. Вот я могу отдать одну спальню, и могу отдать другу спальню. И я сама буду спать в комнате. Предложения о жилье для переселенцев волонтеры получают со всей Украины. Все больше из небольших населенных пунктов. Десятки вариантов на форумах и в соцсетях. Но спрос все равно превышает предложения. Мы не можем помочь, как люди говорят, если они просят Киев. Киев и Львов уже достаточно заполнены. Все, что у нас было, граждане, которые предлагали жилье, хостелы, то есть даже частично оплачиваем, мы все предлагаем, если есть в данный момент места. Переехать именно в крупные города вынужденные мигранты хотят для более легкого трудоустройства. Но нужны они и в маленьких поселках. Например, в Макарове большой спрос на рабочие специальности. У нас на сегодняшний день нет такой профессии, как компьютерщики, то есть программисты. Звычайно, у нас таких специальностей в районе нет. Юлии Колотилиной с работой повезло. Провизор со стажем, с собой она привезла стопку сертификатов и дипломов. Почти сразу же наткнулась на объявления в газете. В местной аптеке ей уже назначили собеседование. Как волонтеры обеспечивают переселенцы временным жильем и куда можно переехать из зоны боевых действий, хоть сегодня об этом расскажет Светлана Тарабанова, координатор гуманитарного направления общественной инициативы «Востоксос». Здравствуйте, Светлана. Конечно же, первым вопросом будет механизм получения помощи обычной рядовой семьи у организации «Востоксос». Предположим, у меня есть муж, дети, и мне нужно срочно покинуть зону боевых действий. Что мне делать? Куда звонить? Куда обращаться? Звонить можно как на горячей линии государственной, так можно и на различные инициативы, в частности «Востоксос». Сотрудники колл-центра подберут вам жилье. К сожалению, наша инициатива помогает контактами тех организаций, которые занимаются вывозом, потому что до последнего времени можно было выехать хотя бы ЖД-транспортом. Теперь мы знаем, что это тоже проблематично, движение нарушено теперь, и выезжать становится с каждым днем все сложнее. Вот если же люди уже решились и как-то получились, вот сегодня мои коллеги, вернувшись оттуда, рассказывали, что кто-то из знакомых выбирался просто через Северский Донецк, переплыли, то есть пешком. Вот сегодня, когда задали коллеги колл-центра, как выбраться, был получен ответ, как пример было приведено. Это, конечно же, звучит страшно, но действительно, если уже ситуация серьезная, то нужно решаться, наверное, на любые действия. Конечно же, мы помогаем с расселением. Вот объяснить или дать контакты, то есть с места, если ты еще не выехал, но ты уже можешь позвонить в любой уголок Украины, предложенный нами, и оговорить условия проживания, и договориться, где тебя примут. Вот об этом, если можно, поподробнее. Как вы расселяете переселенцев, и есть ли возможность у людей выбрать хотя бы территориальный регион страны, в который они переезжают? Или происходит все каким-то иным образом, люди звонят, вы говорите, мы можем вас поселить сюда, сюда и сюда, и больше никуда? Если два месяца назад у нас действительно было на выбор, естественно, Львов и Киев были переполнены уже после того, как жители Крыма стали переселяться. Потому что люди стремятся все-таки в большие города, где есть больше возможностей, но в первую очередь это трудоустройство. И нужно помнить о том, что все-таки Донбасс это больше урбанизированный, то есть городские жители, естественно, людям сложно, я их прекрасная сама, как жительница Донбасса, понимаю. Но сейчас мы все равно даем выбор людям, и можно расселиться как на Западной Украине, это уже, конечно, не всегда областные центры, это могут быть санатории, пригороды, поселки, дачные участки, если это частные граждане предлагают, это Сумская, Черкасская область, Полтавская еще немножко сели, то есть везде можно по всей Украине все-таки получить жилье, только это уже, естественно, не комфортабельный пятизвездочный отель. А вот, например, последняя семья, недавно мы разговаривали, это был обычный дачный участок, но люди рады и этому. Конечно, разные люди, но мы готовы помочь тем жильем, которое имеется у нас в базе. Вы перечислили столько областей Украины, вы назвали области Западной Украины и Центр. Выходит, Украина сейчас всеми силами помогает и поддерживает, если люди из Донбасса имеют возможность выбрать практически любой регион для своего переселения? Если у нас есть, то есть у человека есть запрос, а у нас есть предложение на эту именно область, может даже и быть так. Но действительно то, что вы сказали, что по всей территории Украины можно найти пристанище на время, а есть даже люди, которые предлагают где-то в заброшенных селах дома пустые, то есть навсегда. Даже есть такие предложения. Безвозмездно. Да. Бывает и такое. На каких условиях переселенцы получают жилье? Мы не говорим сейчас о таких дарственных случаях. Сколько времени могут проживать люди, семьи, которые приехали для того, чтобы получить убежище? Если это частное жилье, то, конечно же, с людьми, которые это предлагают, мы оговариваем. То есть Восток СОС спрашивает, человек, который предлагает, может месяц, может два. Очень много было поначалу граждан, которые говорили, живите сколько хотите. И это даже было не только где-то в Украине, а в столице. Сейчас, конечно, спасибо всем гражданам Украины, у которых было свободное жилье. Такого жилья очень мало сейчас предложений. И мы будем благодарны, конечно, если у кого-то есть еще возможность предоставить какой-то дачный участок, квартиру, дом, то любые предложения Восток СОС рассмотрит, потому что еще люди едут и выбираются оттуда. Конечно же, сложнее бывает с теми центрами, да, или там санатории, пансионаты, базы отдыха. Они, естественно, мало того, что они переполнены, плюс не всегда доступно людям объясняют. И те, кто приехал раньше, они уже, может, даже и мы говорили, что их селят временно на месяц. Но мы понимаем, что там еще не все окончено. Мы понимаем, что даже освобожденные территории еще там небезопасно. Там очень много мин, и вот у нас у одной из коллег, папа там, или кто-то наткнулся даже на растяжку, да, это или как-то называется. Да, это очень страшно, территория не расчищена полностью. Поэтому говорить сейчас о том, что насколько селить, да, это должны те, кто поселяет. То есть наша инициатива предлагает жилье, а оговаривать условия, это уже непосредственно нужно с тем, кто предоставляет. В процессе поиска жилья не лишними будут и документы, удостоверяющие личность. Но что делать переселенцам, которые покидали свои дома в спешке и остались без документов? В государственной миграционной службе предлагает обращаться в специализированные паспортные сервисы. Как найти эти отделения узнавала моя коллега Оксана Муллер. Переселенец из Луганской области Ярослав сейчас живет в Киеве. Вчера ему исполнилось 16 лет. Не мешкая вместе с родителями, парень отправился оформлять документы для получения паспорта. Дома это сделать пока невозможно. Документы у нас приняли, но обещали в течение 2,5 месяца оформить паспорт ребенка. В специализированном паспортном сервисе принимают только переселенцев из Донбасса и Крыма. Не выходя из кабинета, можно оформить как гражданский, так и загранпаспорт. Также поменять документы при переходе на другую фамилию, вклеить новое фото, заказать проездные документы для детей или восстановить утерянный паспорт. Все это работники сервиса обещают сделать по упрощенной системе. Меньше справок, меньше бумаг, чтобы они подавали. Даже если вы понимаете, какую справку ей потребна, она людина не может и привезти. Потому что она оттуда выехала в миссию сопряжения не по своей воле. Мы находим всякие шляхи, чтобы всю бумагу, або мы затребовали потом, або чтобы мы как-то выслали, передали нам из областного подразделения. Если из-за военных действий человек лишился всех документов, ему все равно необходимо идти в специальное отделение миграционной службы. Там решат, каким способом подтвердить его личность и восстановить паспорт. Мы просили хоть какие-то копии, возможно, где они работают, в видеокадре. И, конечно, есть люди, которые сказали, что я пойду, соберу документы и еще раз к вам приду. То есть чем можем, тем, конечно, допомогаем. В Киеве специализированный центр работает по адресу. Бульвар Тараса Шевченко, 27. Всего в Украине таких отделений 12. В Виннице, Житомире, Ивано-Франковске, Луцке, Львове, Ровно, Сумах, Тернополе, Херсоне, Хмельницком, Черкасах и Черновцах. Их адреса можно узнать на сайте государственной миграционной службы. Также по указанным на веб-странице номерам телефона можно проконсультироваться и записаться на прием. Таким образом, мои коллеги Оксана Муллер и Максим Сурарский побывали, увидели, как люди действительно могут восстановить свои документы. Но что делать, если не получилось добраться до сервисного паспортного центра? Что делать, если переселенцы приезжают, а документов никаких удостоверяющих личность у них нет? Могут ли они получить жилье? Ну, жилье неофициальное, да, то, что мы предлагаем. Естественно, мы селим без документов. И люди, спасибо гражданам еще раз большое, частным лицам, селят без документов просто. И когда люди даже к нам обращаются, говорят, что-то надо, мы говорим, ну, мы видим, что вы оттуда, и много знакомых ехало, да, что приходится не в ущерб иногда себе, да, верить на слово. Потому что, действительно, процедура восстановления документов очень негибкая в нашем государстве. И если человеку нужно ждать, пока отошлют по месту жительства, а если там эта установа разбита, или если нет электронной базы, то, вы понимаете, это затягивается не на один день и не на два. А людям нужно продолжать жить дальше. Людям нужно идти в детские сады, вот близится 1 сентября, нужно будет идти в школу. Кто-то из детей, к сожалению, не смог даже перерегистрироваться и пройти внешнее независимое оценивание, и приходится им теперь идти учиться в профессиональные какие-то училища. Все по вине всяких случаев, да, и все по вине войны. Но я считаю, что люди не виноваты, и нужно упрощать как-то систему. Потому что как-то я разговаривала с семьей, в которой погибла женщина, имеющая троих детей. И чтобы оформить опеку, как-то там люди звонили и спрашивали, потому что они услышали, ну, проскочило такое, что либо нужно ждать окончания военных действий, либо же придется кому-то поехать туда. Ну, то есть, ну, такая настолько плохая система. Да, бумажная баллокита, она, конечно же, существует. Я надеюсь, что сейчас мы потихоньку начинаем уходить от нее. И мы можем говорить, что отсутствие документов – это не приговор. И все-таки человек может получить жилье благодаря, скажем, доброму настрою принимающей стороны. Еще одно направление вашей деятельности – это гуманитарная помощь. Как вы ее распределяете? И кто является вашими основными, я не знаю, спонсорами, благодетелями? И кто дает эту помощь переселенцам больше всего сегодня? Больше всего это просто обычные граждане. Просто люди, которые ежедневно по нескольку раз в день звонят, приносят постельное, полотенце. То есть, ну, самые необходимые вещи, игрушки для деток, констовары. Просто в первую очередь граждане. Конечно же, когда месяц мы проработали, откликнулись различные фонды. Мы только начинаем сотрудничать с различными фондами благотворительными. И это очень приятно, потому что всех граждан все-таки сил, да, и вещей, и предметов каких-то гигиены не хватает. Просто помогают люди, даже те, которые уже сами переехали и устроились, возможно, тоже, бывает, помогают. Те же наши земляки, которые ехали много лет назад, тоже помогают очень активно. И за это мы будем благодарны. Я хочу сказать о приоритете, о том, что мы помогаем в первую очередь, конечно, семьям с детьми. Потому что очень много деток, только у нас в базе где-то полторы тысячи детей, которым, понятное дело, люди взрослые в чем стояли, в том и ехали. Ну, а к нам приходят ребятишки. И иногда даже вот просто он стоит, видишь эти глазенки, и тебе просто, ну, неудобно себя чувствуешь, если ты не подаришь ему игрушку или не дашь какую-то печенюшку. Потому что, понятное дело, одно дело, мы взрослые в стрессовом состоянии, а что такое для детей война, это, конечно же, страшно. Перечень вещей, в которых действительно нуждаются переселенцы с Востока, достаточно обширен. Если у вас есть возможность приобрести что-либо из списка, не оставайтесь равнодушными. Самым маленьким переселенцам необходимы постельные принадлежности, детское питание, канцелярские принадлежности для детского досуга, вещи и обувь для детей от нуля лет, книги и игрушки, средства гигиены, памперсы, салфетки, присыпки и пеленки. Основные потребности взрослых переселенцев – это продукты питания длительного хранения. Одежда и обувь. Естественно, люди, которые уезжали, как уже сказала наша гостья, в чем было, не имеют запасной одежды. Также средства гигиены, мыло, шампунь, стиральный порошок, моющие средства и средства женской гигиены, полотенца, одноразовые станки для бритья. Спальные принадлежности также необходимы – это постельное белье, спальные мешки, надувные матрацы и раскладушки. Все это, конечно же, для сна обязательно нужно. Также одежда для дождя, зонты, дождевики и резиновые сапоги. Передать вещи можно, связавшись по телефону, который вы сейчас видите на своем телеэкране. Это контакты организации «Восток СОС». Звонитесь, не оставайтесь в стороне, мы делаем одно общее дело. О предоставлении жилья и помощи волонтерам в нашей студии рассказывала Светлана Тарабанова. Спасибо большое, координатор гуманитарного направления общественной организации «Восток СОС». И в завершение напомню, что акция телеканала «Донбасс» продолжается. Фото с тегом «Мы за мир» добавляют в соцсети наши телезрители из разных уголков Украины. Прямо сейчас делимся с вами своими снимками. Вы можете принять участие в этой акции в любой момент, сделав фото с тегом «Мы за мир», выложив фото в любой соцсети, обязательно поставив тег для того, чтобы «Мы фото нашли», и таким образом поддержать мир на Донбассе, мир в своем регионе. На этом все. Увидимся ровно через неделю в 18.20 после времени новостей Донбасса. Тема следующей программы «Всем миром трудоустройство переселенцев». Как найти работу по специальности в любой области Украины, ищем ответы и решения всем миром. В студии работала Катерина Остроушка. Берегите друг друга.